Всем привет! Меня зовут Яна. Вы попали на канал Леди Вескер. Продолжаем играть с толпы земли. Это он. Такой, как он, никогда не меняется. Если кто и сможет устроить для вас идеицу графа, так это шериф Юстас. Надеюсь, Перси Хамли появится по отношению к нам больше понимания, чем по отношению к жителям Вингли. Мне очень беспокоит, каким человеком стал Перси Хамли, если убивает людей просто за браконьерство. Добрый день, шериф. Мне нужно обсудить с графом вопросы правового характера высочайшей степени срочности. Встань в очередь, монах. Они все ждут возможности встретиться с ним? А еще чего ты ожидал присутственный день, монах? Боюсь, это займет много времени. Я пойду поищу Ричарда. Учитывая, что он отправляется на битву, ему понадобится снаряжение. Будем надеяться, что мне в это время удастся убедить графа передумать нарушать наше соглашение. А я поговорю с Мэг о продаже шерсти из монастыря. Мы найдем способ продолжать строительство собора Филипп с камнем и дровесиной, которые они хотят у нас... они у нас отобрали. Мы должны. Что там про него? Ричард просил денег, а где он теперь? Что еще с этим ножом кинжалом ходит? Кстати, не забывайте ставить лайки, подписываться на каналы и оставлять комментарии. Что это такое? Говорят, что отец Джека был вором, и его повесили в шеринге. Неужели очередь совсем не продвинулась? Мы недвижимы, как соляные столбы. Но я уверен, граф скоро начнет принимать посетителей. Надеюсь, это произойдет до того, как рабочие кинжбрыжи покинут строительную площадку из-за того, что мне нечем им платить. Конец близок, но наш граф поведет нас к спасению. Неужели? Тяжелая рука для тяжелого времени. Вот так и будет, вот увидите. О, вон Мэг стоит. Что у вас случилось? Она повысила цены. Правда? Это место совсем прогнило, кругом одни воры. Если бы мы достигли соглашения на ваших условиях, то с тем же успехом мы могли бы раздавать шерсть бесплатно. Рада тебя видеть, Мэг. Я пришла забрать деньги, которые нам удалось выручить к этому моменту. Простите, вы нас прервали. В чем проблема? Даже вы, торговцы, превратились в воровых. Как все прогнило в этом городе. Он заказывал все восшерсти несколько недель назад. А теперь отказывается платить цену, о которой мы договорились. Давайте подумаем, от чего цены столь высоки в этом году. Для того, чтобы вы могли набить свои карманы. Вообще-то граф поднял все сборы. Теперь стало дороже пройти через ворота, открыть лавку, получить лицензию и торговать. Ну, возможно. Но цена вовсе не та, о которой мы договаривались. У вас есть счетная палочка суммы сделки? Вы человек-шерифок? Кто вы вообще такая женщина? Я владелица лавки. Вот наша половина Алиена. А теперь будете ли вы столь любезно предоставить вашу половину? Указать на проблему. На нашей половине больше насечек. Две половины? Две разные цены. Конечно, добавить насечки на нашу половину было бы гораздо проще. Ага, вы признаете это. Но область со слутывающими насечками тоньше остальной. Ты права, выглядит так, будто что-то было стесано. Что? Вы хотите сказать, я мошенник? Ну, как бы да. Для всех нас настали тяжелые времена. Я не донесу на вас шерифу. Этой шерсти все равно недостаточно, чтобы сделать ткань на одежде для всех слуг господина. Не говоря уже обо всех рубашках, которые он хочет для себя. У того, у кого есть слуги, и кто хочет носить множество рубашек, должны найтись деньги на покупку столь качественной шерсти, как эта. Качественной? Да, но недостаточно высококачественной. Теперь, когда вы упомянули об этом, я заметил, я не могу заплатить такую сумму за столь плохую шерсть. Теперь он сомневается в качестве. Хорошо, в таком случае я докажу вам качество моей шерсти. Ну, попробуйте. Опять? Каким образом я должна доказать качество шерсти? Сначала вы говорите одно, потом другое. Так вы и дела ведете с покупателями. А кого можно найти? Никого особо и нет. Ладно, пойдем дальше. Может, там кого-нибудь найдем? О, нифиг, прина себе. Город какой огромный. Что это вообще такие? Ну, это тот же самый город, только он немножко, не знаю, обнищал, мне кажется. О, вот к ним надо. Простите, не могли бы я поделиться вашим мнением о качестве этой шерсти? Конечно, покажите нам, пожалуйста. О, какая изумительно мягкая. И сколь тщательно очищена, ни следа грязи или жира. Нить исключительно хороша. И цвет ровный и яркий. Подходит ли высококачественной одежды? Я рада, что вы тоже так думаете. Будете ли вы так добры подтвердить это моему покупателю в случае необходимости? Конечно, просто направьте его к нам. Со всеми этими налогами с сокращающимися рынками, я не был уверен, что посещение Шеринга будет того стоить. Но ради шерсти такого качества можно смело сказать, что да. Вы еще не устали от христианского искусства? Эти печальные лица и тусклые цвета вечно нагоняют на меня тоску, как и весь этот город. Согласен, я предпочел бы увидеть роскошные картины прелестей жизни. Тогда тебе явно не сюда. Простите, не знаете, что случилось в Шеринге? И мои глаза. Но вы правы, похоже, в Шеринге не осталось чудес. Мы слышали, что граф наказывает людей просто ради своего развлечения. Я тоже это слышала. Да, это печально. Не хотите ли я лишь одиного хлеба? Нет, не волнуйтесь. Какая-то кто кузнец? У вас найдется позже свободное время, чтобы поговорить о торговле? А, Лидия Лиена, для вас я всегда найду время. Слышала, что торговля плохо идет. Только не у меня, множество рыцарей нуждаются в моих услугах. Я бы сказал, что люди очень неплохо прибрались. По крайней мере, мне так замечательно, что граф всех преступников. Че? Ладно, считайте сами. Я не успеваю. Что это у тебя? Это не на продажу и не для еды. Не вздумай украсть. Уходите. Ой, я не хотела тебя пугать. У меня для тебя ничего нет, к сожалению, пока что. Много куда можно сходить, но я пока не пойду никуда. Пока что решим с шерстью, что делать. Потом пойдем искать брата. Через две улицы отсюда торгуют флагманские купцы. Они очень заинтересовались моей шерстью. И с удовольствием подтвердят вам ее качество. Кто угодно может попросить своих друзей солгать. В таком случае пусть люди оценят. Мы продадим шерсть на дневных торгах. Так мы точно получим справедливую цену? Нет, подождите. Возможно, мы сможем договориться. Мой господин не хотел бы, чтобы я ушел отсюда с пустыми руками. Хочется, конечно, больше, но все-таки дипломатия, наверное, решает. Давайте найдем компромисс. Вы покупаете шерсть по той цене, которую, по нашему мнению, мы договорились. Чего бы мне это делать? Я гарантирую, что в следующем году вы будете первым, кому я предложу шерсть. Цены растут, когда свои предложения делают более ночью. Я знаю, мой господин был бы недоволен, если бы я однажды вернулся без шерсти. У него ужасный характер. Ну. Что ж, справедливо, мы договорились. Я куплю вашу шерсть. По вашей цене. Рада была иметь с вами дело. Ты быстро учишься. Хороший торгует всегда старается заключить сделку, которая кажется выгодной обеим сторонам. У меня был хороший учитель. И еще одно. Можешь найти для меня любовные легии, а видео в следующий раз, когда отправишься в Винчестер? Это такая книга. Да, спрошу брата Теобальда. Его книжная коллекция куда более обширна, чем одобрила бы церковь. Значит, именно у него и стоит спросить. Спасибо. Не за что. Так, а тут... А, тут ничего. Ну, пойдем искать брата. Где он может быть? Лена его знает. Да, курицу кормит или собачку. Да, в смысле? А, ну ладно. Может быть, кузнец видел? Он вроде знает меня. Не видели Ричарда и его рыцарей? Они проходили, осматривали несколько мечей, но не говорили, куда направляются. Скорее всего, в какой-нибудь таверне сидят. Не слышали о Ричарда и Ширинга? Он рыцарь. Кто бы это ни был, сегодня точно не покупал хлеб. Шериф. Шериф. Кстати, да. Пойду его спрошу. Где я? Вы не видели группу рыцарей по предварительствам человека по имени Ричарда и Ширинга? Вы говорите о рыцарях Кареля Стефана? Последний раз, когда я их видел, они глушили пиво в трактире Левый Агнец. Они отправляются на битву. Лучше бы им ни в кого не влюбляться сегодня. Как заботливо с вашей стороны. Я так и думала. Что они там? Конечно же, больше. Вот. Я поражен, что вам удается зарабатывать торговлю в такое время. Пока я могу оплатить вам лишь свои благодарности. Ну и шерстью из нашего монастыря, конечно. Этого должно хватить, чтобы удержать рабочих, пока я не устраню разногласия с персихом Реем. Правда, Том сказал, что без камня и древесины нам придется установить строительство через месяц. Вы должны поговорить с графом. И все еще нужно отдать Ричарду его деньги. А потом я вернусь и буду ждать с вами. Судя по тому, что я вижу, мне еще долго здесь стоять. Вообще, Ричард нахлебник какой-то. Просто странствует с этим гребаным королем. При этом сестра его должна обслуживать, платить. И где эта таверна находится. А это что за место? Короче, сестра его должна обслуживать, платить ему деньги. Там, чтобы он покупал свои мечи и так далее. Это вообще несправедливо, я считаю. Кто из них Ричард? Как торговля? Так себе. Ну, по крайней мере, у вас есть постоянные покупатели. Даже в тяжелые времена людям нужна выпивка. Граф Шеринга ввел новые законы и налоги, так что для нас наступили очень тяжелые времена. Вон он сидит. Да, как к нему пройти-то? Есть какие-нибудь известия об армии Моццер, Алонсо? Роберт Глостер приведет Анжуйцев. Говорят, у них тысячи человек. Но Стефан приведет еще больше, и мы будем с ним на острые атаки. Если у Роберта Глостера хорошие обочинные люди, которые будут за него сражаться? Прокляйте, если бы мы знали. Так или иначе, славная победа будет нашей. Я так понимаю, я никак не могу. А, вот. Сегодня мы отправляемся в Линкольн. Выпивка за мой счет. Какая нахрен выпивка? Ты что деньги тратишь? Мои. Корчмарь. Еще по одной всем. Ричард, вы лучший. Правильно, сэр Ричард. Чушь, мы же все братья, да? Скажем и сэр Ричард. А я думала, что деньги тебе были нужны на новые доспехи. О, еще как нужны. Рыцарь настолько хорош, насколько хорошо его снаряжение. Ты видела меч Алонсо? Когда у других рыцарей столь хорошее снаряжение, как я могу сражаться рядом с королем Стефаном, будучи снаряженным хуже них? А плохая броня, возможно, будет стоить ему жизни. Для лучших все самое лучшее. Да уж. Нужно более ответственно распоряжаться нашими деньгами. Я трачу их на поддержание своей репутации. Что может быть более ответственным, чем это? Деньги уходят на покупку вина для других людей. Некоторые из них даже знакомыми не являются. Рыцарство это не только сражение, Али. Это образ жизни. Мы сражаемся вместе, мы пьем вместе, мы умираем вместе. Да, точно. Вместе спускаемся в ад и вместе возвращаемся. Алонсо, из твоих уст это звучит так, словно это что-то плохое. Но нельзя тратить наши деньги, надо тратить разумнее. Ты хочешь, чтобы графом Феринга стал Вильям Хамли или я? Что это за вопрос такой? Если нам повезет, то он никогда не вернется со Святой Земли. Он уже вернулся. Что? Мы наткнулись на людей Роберта Глостера. Сначала я не был уверен, что это он. На нем был плач крестоносца. Нет, не надо. Сжальтесь, прошу вас, пожалуйста, ради бога. И затем король Стефан возвал к нему. А, Перси Хамли это другой. Почему ты не сказал мне? Я не хотел тебя расстраивать. Ты что? Это касается не только тебя или меня, Али. Позволить отцу этого монстра оставаться графом, это не только предательство памяти нашего отца. Это значит, мы предадим всех. Уильям Мясник, мерзкий ублюдок без чести. Следите за языком, вы говорите о сыне графа Шиллинга. Это я сын графа. Сэр Ричард, отец... Паш отец выступил против нашего короля и потерял право на свой титул и земли. Вы не наследуете титул, во всяком случае, пока. Что ты только что сказал? Успокойтесь. Ах, ты вероломный изменник. Успокойтесь, вы что, хотите поубивать друг друга и тем самым помочь врагу? Обвините меня в измене вашего самого преданного бойца? Я или Вильям выбираю чертову сторону, Алонсо и Столедо. Ну же, выбирай. Вы дураки? Очевидно, они не представляют, как можно разрешить конфликт без драки. И каким образом? Каким образом? Что я должна с ними сделать? На деньги, жри. Я собрала наши деньги, Ричард. Отлично, по крайней мере, есть один человек, на который я могу положиться. Моя сестра. Поверить не могу. Ну, давайте попробуем. Простите, но я не могу отпустить вас на войну, когда вы так ругаетесь. Я просил твоих денег, а не совета. И как мне их помирить? Давайте дадим им выпивку. Как вы прекратите вроде то, что происходит вон там, ссоры? У каждого есть свой собственный способ справляться с агрессией. Еда, азартные игры или успокоение в обеих шлюхах. К счастью для меня, большинство ограничивается выпивкой. Сомневаюсь, что это тут поможет. Не говорите это так громко. Попробуйте. Блин, серьезно? А можно еще что-нибудь? Я не знаю. Надо найти что-то еще, потому что тут пирог, я бы хотела дать девочке. Может, выпивка поможет им расслабиться? Эй, еще по одной за мой счет. Судя по тому, что не ситалонца с него достаточно. Гордыня упрямства застилает тебе глаза. Помните времена, когда мы плутали по королевскому лесу часами? Просто из-за того, что ты не хотел признавать, что потерялся. Мы должны были удостовериться, что там не прячутся бандиты. Выпивка только разжигает огонь. Я не знаю, что мне делать. Я не хочу. Может, выйти? Что может им помочь? Что бы вы сделали, чтобы изжать людей от драки? Дорогая леди Лена, спрашивайте кузнеца. Я продаю им те самые вещи, которыми они дерутся. Война, сражения, убийства. Это мой хлеб. Смомневаюсь, что предоставление мороженое доброе дело. О, муж хлеб. Не пробовали ли хорошо их накормить? Я бы посоветовал хлеб. Благодарю, может позже. Как бы вы поверили дух людей в ссоре? Игры всегда сближают людей. Да, вы правы. У нас есть с собой французские шашки. О, можно я должен? Если вернете до наступления ночи, то конечно. Верну. Я не знаю, смогу ли я вернуть их. Ну ладно, пусть будут шашки. Попробуем. А теперь сразитесь, как должны сражаться настоящие рыцари. С помощью битвы умов. Играть в настольную игру? Ну, не знаю. Ты просто испугался, что я выиграю. Ну, давай начнем. Так, начнем-ка мы не спеша. Хороший выбор. Генерал, легко уступающий гнева, будет посылать свои войска на верную смерть. Совершенно верно, Али. Сначала я сосредоточусь на защите. Посмотрим, чем ответит Алонсо. Отлично сыграно, классическое начало. А теперь самое время атаковать. Ну, не знаю. Нет, пока что не надо. Медленно хорошо организованное наступление, куда лучше поспешной атаки. Но ты не сможешь победить, если все время будешь играть от обороны, Али. И вот я напомню, с каком учусь к победе? Ну и зря. Вот и конец доски. Какой проход? У меня король. Разве можно назвать это королем? В Испании мы называем эту фигуру королевой. Она довольно сильная и действует по-своему. Ну ладно, тогда пусть королева. Теперь я могу зачистить всю доску с ее помощью. Ну, ладно. Теперь самое время показать ему все, что можно сделать. Хорошо, Али, мы идем. Теперь на моей стороне королева пора выплеснуть ярость. Когда монах заявил свои права, исход игры практически предрешен. Я мог бы сражаться до последнего. Но хороший командир всегда видит наперед, и я вижу, что игра проиграна. Я признаю поражение. Ох, ты закончила еще до того, как все началось. Даже летописец затруднил себя писать это в героическом эпосе. Все дело в стратегии, а не в показухе. И похоже, леди Лена превосходный советник и стратег. В паре вы работали просто превосходно. Он никогда не делает таких комплиментов. Он тактик, и я верю, что его инстинкт и опыт укажут ему верный путь. Но вы, как я слышал, превосходный дипломат, и в делах тоже не промах. Вы отлично дополняете друг друга. Полагаю, ты прав. Если вы достаточно мудры, чтобы таких вопросов доверять мнению этой королевы, друг мой, вы вдвоем сможете забрать Грасту обратно. Думаешь, у нас получится? Значит, я могу рассчитывать на твою преданность. Можете. Конечно, мы же братья по оружию. Хорошо. Вас ждет важная битва. Я принесу деньги. Так, давайте сначала отдадим им эти шашки обратно. А потом отдадим ему деньги. А то, мало ли, может быть, мне потом... Я потом не смогу вернуться своим ходом. Так, давайте девочке пирог отдадим. Не хочешь чего-нибудь перекусить? Я соглашусь брату... Брать эту только Мэг, она торговка. А та еда, которая остальными меня обшивляется, гнилая. Но ее еда хорошая. Мэг одна из лучших моих подруг. Правда? Тогда я согласна. Я так голодна. Вы такая добрая. Как вы можете позволить себе дать незнакомой девчонке целого мыть хлеба? Я занимаюсь торговлей. О, а когда я вырасту, то уйду и Ширинга тоже заработаю много денег. Так что, когда я вернусь, тетушке больше не придется беспокоиться из-за плохих людей, требующих деньги. Плохих людей? Очень плохих людей. Так, пойду отдавать шашки обратно. Вы оказали мне большую услугу. Рад это слышать. Спасибо, что вернули. Во время странствия мы частенько проводим так время, пытаясь обыграть друг друга. Ладно, теперь пойдем отдавать деньги нашему брату. Вот. Тогда ты, должно быть, теряешь хватку, если это все, что ты набрала. Мои поддержки нуждаются и другие. Но разве может быть что-то важнее той клятвы, что мы дали нашему отцу? Кейнсбридж, все люди, что нас приютили. Ну что ж, если я умру в битве, ты будешь знать почему. Да, из-за своей гордости и упрямства. Неужели вам обязательно сражаться? Чем это поможет? За отца Али я спасу Ширинг от Перси Хамлея. А кто спасет тебя? С такими людьми, боюсь, меня уже поздно спасать. За победу! Понятно. Что ж, желаю тебе удачи. Я буду на рынке с Филиппом. И заработаешь еще больше денег, я надеюсь. Вообще, конечно. А я не понимаю, рыцарям что, не платят? Дело не в удаче, дело в правильных решениях и в остром мече. Странно все это. Очередь так и не продвинулась. Ну, вообще, конечно. Вообще, я думала, рыцарям платят вроде как зарплату какую-то. Или он все на выпивку спускает. Нормальный такой братик. Давайте сохранимся. В общем, на этом я закончу. Всем спасибо, кто посмотрел до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Увидимся уже в следующей серии. Вообще, мне говорили, что надо типа итоги подводить по игре. Потому что я увидела, что поиграла, что-то темнее стало. Но, в общем-то, я уже все сказала, что думаю про брата. И, в общем-то, по продвижению игры я уже выражаю свое мнение. Так что, мне кажется... Ну, я не умею подводить итоги. У меня их тупо нет. Ладно, в общем, без итогов. Всем спасибо еще раз, кто посмотрел. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok